МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации телераду компании Гомелюстуда и працуе Маргарита Котова. Глядите в этом выпуске. Допомогший бизнесу, это дальнобашно. В регионах пошелась реализация указа по поднимке экономики. Белорусский яблок что год, как побудовать поспеховый бизнес на земле, доведались и наши корреспонденты. Город без барьеров в Гомеле проходит конкурс студентских архитектурных проектов. Сустрейший онлайн Ветковский музей Мяшклярова запустил новый интернет-проект. А зараз об этом и иншим больше подробно. Допомогший компаниям особных галин экономики, которые наибольшь потерпели от пандемии коронавируса. Александр Лукашенко подписал указ номер 143, о поддержке экономики. В Пиролику вошли опрацовшая промысловость, вытворчность текстильных выработок и оденья, оптовые розничные гандали, авиаперевозки, фитнес-центры, салоны прогожостки, цырульни, рестораны, бары, туристичные компании. Марина Джалая с подробностями. Зараз мясцовые улады мают право дать компаниям с потерпелых сфер податковые каникулы с 1-го красавика по 30-го вересня. Выплата от терминованных платежов податкового кредиту будет житявляться что месяц ровными долями с 1-го костричника по 31-го снежня. Причем проценты за корыстание терминовкой податковым кредитом наличваться не будут. Так само уводятся арендные каникулы, мораторы на повеличение базовой арендной величины и арендной платы. Как вы оцениваете новый указ, его эффективность и насколько это то, чего ждал бизнес и экономика в целом? Указом президента Республики Беларусь номер 143 о поддержке экономики предусмотрены меры поддержки субъектов хозяйствования отдельных отраслей экономики, которые наиболее подвержены неблагоприятному воздействию сложившейся эпидемиологической ситуации. Перечень таких отраслей определен в приложении к указу. Мы видим, что в основном это сфера услуг. Вообще 143 указ – это комплексный документ, которым предусмотрен пакет мер в части арендных, трудовых отношений, сферы энергетики, учетной политики в части курсовых разниц. Указом также предусмотрена поддержка системы здравоохранения. В Гомельской области на сегодняшний день принимаются меры по реализации данного указа. Улады рекомендуют юридичным особам и индивидуальным предпринимателям предоставлять арендаторам субъектам господарения с уликом объема их выручки от терминовки по оплате аренды, а так само сменшать ее по мер. Индивидуальные предпринимательники могут так само перейти на иншие режимы податка обкладания и переразли к одинаково податку в связи с часовым нежитявлением ими деянности. В указе главы государства номер 143, опять же, для субъектов предпринимательской деятельности предоставлено ряд преференций. Мы должны говорить о том, что основной целью этих преференций является высвобождение оборотных средств, которыми предприятия могут руководствоваться и использовать свои деятельности. Так, например, в пункте 2.4 для определенной категории платежщиков сокращены сроки возврата зачета превышения налоговых вычетов на дошительные суммы налога на добавленную стоимость. Это и срок возврата сокращен до 16 рабочих дней. Если раньше налоговый орган проводил зачеты и потом возврат в течение 30 и 5 рабочих дней, соответственно, то сейчас это 10 рабочих дней и 5 рабочих дней. 16 дней, на 16 дней платежщики раньше получат денежные средства из бюджета, которые подлежат им возврату. Еще одним источником сохранения оборотных средств для платежщиков является формирование, право на формирование затрат, относить в затраты те средства санитарно-эпидемиологические, которые они покупают для предотвращения вот этих негативных последствий на экономике, которая сказывается с COVID-19. Каб заховать занятость и повелишить прационную мобильность, скорошенный минимальный термин попереджения работников об измене наимальником истотных умов працы, причем без поменьшения по мерам ее оплаты. Указом продугледживается и широких норм и положений, которые позволят подтримать работу субъектов господарения и заховать прационные коллективы в умовах заморожения экономической активности. Неглядячи на объемный комплекс мер подтримки, смещенный в указе номер 143, приватный бизнес Агучева и иншие пропановы, которые могли бы утримать наплыву в этот сектор экономики. «Основные вопросы, это отсрочка по налоговым платежам, потому что налоги платятся еще за период январь-февраль-мар, допустим, за первый квартал у кого-то, если упрощенка, а их заплатить надо сейчас. В отсутствии денег просто налоговый выставляет это все на просрочку. Поэтому вот этот вопрос рассмотреть. То, что касается банковских вопросов, да, это помимо отсрочек, может быть, банки все-таки немножко тоже пересмотрят, потому что в адрес общепита говорят, да, пересмотрите свои прибыли. Да, пускай и банки тоже пересмотрят. Да, они берут, допустим, депозиты под какой-то минимальный процент. Тем более, сейчас вот и глава государства говорит, что иностранная помощь тоже будет предоставлена. Там вообще более низкие, допустим, там какие-то депозитные ставки. Соответственно, как-то уменьшить, может быть, проценты по заиспользованию кредитом процентного платежа, потому что они ни в какие рассрочки не попадают, их надо платить все равно каждый месяц. Ну, вот это то, что разговаривали мы по электроэнергии тоже надо как-то рассмотреть, наверное, арендной платеж. Ну, то, что ранее обсуждалось, эти вопросы мы озвучили еще раз. Ну, и надеюсь, что это, наверное, будет принято какое-то положительное решение в конце концов. Самое важное сегодня – заховать в прационные места. Для этого, дарыши, рост зарплаты отвязали от продукционности працы у реальным секторе. И еще одна остановка новина. Социальный блок, окроме антикризисных мер, смешанных в первом пакете, будет дополнен у другим. Ховорка идет, например, про допомогу працевладкования и потребность рублем тех, кто вымушен працевать неполный день. Марина Джалая, Валерия Гопанько, телерадио компания «Гомель». Белорусский яблок «Что год» – девиз, яким керуется в своей праце Владимир Мяшерский, фермер с 20-ти годовым стажем. На кольких это отримывается, як в оголе побудовать поспеховый бизнес на земле, доведался Дмитрий Котов. Садоводництвом Владимир Мяшерский у шильную почал займаться после того, как вышел на пенсию. Больше за 20 годов и он отпрацевал летчикам. Кажа облетел полову земного шара. Поветрная техника дозволила убачить технологичную опрацовку садов в украинах Европы и Африки. Владимир Мяшерский все уважливо выучал, а потом выросил новые веды, почать применять уже на Гомельской земли. Поработали Туркмения, Казахстан, по Волжье все практически облетали. До Урала нет места, где не был наш вертолет. Обрабатывали сельскохозяйственные угодья, поля, сады. Работали против вредителей, поэтому там познакомился с линейкой химикатов, с линейкой удобрений. Починалось все больше за 20 годов тому со старого фруктового саду, площадь 18 гектаров. Первый добрый урожай был отриман только про 6 годов. Долгий час потребовалось выдатковать на подбор якосных уродливых гатунков. Это метод проб и ошибок, потому что яблоня это такое растение, что оно не везде дает те результаты, которые описаны в литературе. Поэтому это все нужно пробовать. Посадили 5 гектар 20 сортами. Из 20 сортов 15 забарковали, из 5 сортов мы делаем дальше продолжение. Закладываем опять 5 гектар, параллельно подкупаем какой-то новый сорт и его начинаем культивировать. И таким образом мы вышли на ту линейку сортов, которые они у нас хорошо произрастают, хорошо обслуживаем мы их, имеем технологическую карту и хорошо реализуются. В уголе за год отримавливается около 1200 тонн продукции. 90% реализуются на внутреннем рынке. З их только пятая частка прас гандлевые сетки. Остатняя накеровывается у комбинаты школьного харчевания, дошкольные установы, санаторий и профилакторий. Как увеличить уроджайность в будущем, два года тому для освоения фермеру был выделен новый участок. Сегодня завершается его уладкование. И уже в худшем часе на это место будут квятнеть сады. Данный участок, это практически 90% было неудобицы. Если вы сейчас видите, то за 2-3 дня мы практически выкосили траву, убрали всю сорную растительность, кучу есть, вы видите, да, облагораживаем землю, сделали уже 15 гектар пахоты. Эта пахотная земля будет использована для закладки сада осенью этого года. Осенью мы где-то 15 тысяч деревьев здесь посадим. Зараз фермерская господарка размещена на 85 гектарах. Владимир Мяшерский означает, опрацованная технология дозволяет что год освоивать новые площади. Приблизно до 30 гектаров. Головная задача на будущем – забеспечение внутреннего рынка айчинными яблоками каждый месяц. Зараз она выконано больше, как на 90%. Наш девиз – яблоко белорусское круглый год. Вот еще цель наша не достигнута. У нас в мае заканчивается яблоко, а в июне начинается. Дмитрий Котов, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель». Сегодня в Беларуси стартовала регистрация на ЦТ. Заявы абитуриенты могут отправить по электронной почте. Схема регистрации селета изменилась в связи с эпидемиологической ситуацией. Абитуриент подает заяву на свой выбор на одну из державных мов Беларуси. Форма размешана на сайте Республиканского института контролю ведов. И она должна быть заполнена в электронном выгляде в ответственности с потребованиями инструкции и от дослана с особистого электронного адреса абитуриента. В период с 2 мая по 1 червяня на адрес электронной почты одного из пунктов регистрации. Всю потребностную информацию можно отримать в интернете. На выходе в гандлевую залу антисептики и одноразовые пальчатки, побач с касами, островки дистанцирования для покупников. Крамы и месты громадского охаршивания региона строго притримливаются методами профилактики расповсюживания коронавирусной инфекции. Наша здымочная бригада наведала один из гомельских гипермаркетов и поназирала, что там сделано для безопасности покупников и персонала. В масках большая частка наведывальников. Важно оборонить не только себе, а и тех, кто побач. А кроме того, необходимо как и в объектах, где каждый из нас все равно приходится наведываться, так само притримливались новых правилов сегодняшней речаисности. Дез средства размещены на походу движения покупателей на всех колонах, которые постоянно контролируются наличие дезраствора для пользования покупателей. Также антисептики установлены во всех санитарных узлах для покупателей и для персонала, работающего в нашем торговом центре. У 11 годин ранец и будня-дня в гипермаркете у всего некольки десятков человек. А малю все в масках. Супрацовники – так само. Уборка с выкористанием дезинфицирующих сродков проводится каждую годину, а працовываются так само тележки и кошики. Как покупники на кассе, я кажу, не дыхали один-одному в спину, на подлозе специальные метки. Когда скоростаться лексиконом автомобилистов, то выконывается тут и боковый интервал. Кассы працуют праза дну. Кассы у нас работают строго через один блок для того, чтобы было разграничение между работой кассы. Работают через одну, через блок. И дистанционная разметка внесена также для покупателей, чтобы соблюдали дистанцию полтора метра. Через старших кассиров мы указываем нашим покупателям соблюдать дистанцию между друг другом. Уразила стойка за одноразовыми пальчатками. Кали ношением маски уже никого не сдевит, что пальчатками люди корыстаются на шмат радей. У краме вырошили сами, без парады от санстанций, поклопотиться об своих покупниках. А пошни задоволенные. И закликают у всех – корыстайтеся пальчатками. Не треба соромиться своего жадания быть здоровым. Каждый из покупателей, придя в магазин, воспользуется такой возможностью для того, чтобы обезопасить себя и окружающих. Марина Джалая, Ганна Краильчук, Валерий Гопанько, телерадио «Компания Гомель». Умацовывается иммунитет. Парада медиков, яка актуальна не только подчас пандемии. Зараз до здоровья у властного и своих близких, треба быть особенно важливыми. Чтобы повысить должность организму сопростоять инфекциям и вирусам, медики-райц поддерживают простых правил. Здоровый сон, его становчивый влияние на иммунную систему, новоковцами выучены давно. Регулярные занятки физической культуры и спортом так само повысить сопростоять организму. Пандемия – самый восприяльный момент, кабы отмовиться от шкодных звычек. Алкоголь и титунь пригнятают иммунитет. Збалансованное охаршевание посприя повышению оховных сил организму. Ежедневно в рационе должны быть мясные, рыбные продукты, морепродукты, молочные продукты, овощи, фрукты обязательно. Обратите внимание на суточное употребление таких витаминов, как витамин А, С, витамин Д – это действительно природный иммуномодулятор, витамины группы В, а также такие микроэлементы, как цинк, селен, йод, железо. Для умоцования иммунитету можно приймать лековые сродки, иммуномодуляторы и иммуностимуляторы. Однако работать это нужно выключно по призначению врача. В улице Героев. На передней 75-ти годе Великой Перамоги мы вспоминаем имены тех, кто змагался за незалежность краины под час Великой Отчинной войны. Сторонки життя гонорового гражданина Гомеля, двойчий герой Советского Союза Константина Рокоссовского. В наступном материале. За линейный микрорайон. Тут, по сирот перважно-приватного сектора, заховалася тихая улица у полтора километра до Ужинёй. До войны Одесская, зараз Рокоссовского, минавито тут, у 61-м доме, квартировал легендарный маршал. Константин Константинович Рокоссовский, так сказать, появился в Гомеле как раз в период освобождения, когда сходу, в общем-то, 11 октября после освобождения Добруша, 10 октября, части Красной армии вошли в Белицу. Собственно говоря, туда и прибыл командующий фронтом и находился, значит, больше месяцев в Белицу. И когда освободили Белицу, конечно, стояла дилемма, что делать или атаковать, хорошо укрепленный, так сказать, высокий берег, сложенный противоположным западным берегу или все же, так сказать, применить другую тактику. До речи, Гомельон вызволял незвычайно для военной науки того часу. Массированный удар Рокоссовский сконцентровал вокруг города, наступал одразу с некольких боков. Таким чином, первым в истории уже в тактику двойного основного удару. Потом, на хвале Гомельского поспеху, народилась головная операция по вызволению Беларуси – Багратион. У них был такой творческий спор с Жуковым. Жуков руководил как раз северным крылом. Он, как представитель ставки, находился в районе Рогачёва. Поэтому он Рокоссовскому говорил, что я тебе протяну руку через Березину. Но события пошли так, что наоборот. Рокоссовский Жукову протянул руку через Березину, когда его подразделения первыми вышли к Березине и замкнули кольцо в районе Бобруйска. То есть знаменитый Бобруйский котел стал результатом активных действий. Но это при непосредственном участии Рокоссовского. После перемоги Константин Рокоссовский не одной чиноведва у Гомель. Зараз у музея знаходятся книги с автографом маршала, его амундирование и устагороды. Маршал вельми дорожил звучайными бойцами, тому до каждой военной операции подыходил як доголовный. По вспоминах родовых солдат Великой Айчинной, Константин Константинович – один самых авторитетных командиров у войсках. Штаб Белорусского фронта Рокоссовского знаходился у Гомеля коля четырех месяцев, у все на той же Одесской улице, что зараз носит имя маршала. А кроме выражения фронтовых задач, Константин Константинович промал удел у одновлений порушенного города. Потом он стал самым первым гоноровым грамадянином Гомеля. Павел Михно, Андрей Иванов, Толерадо, компания «Гомель». Белорусский Республиканский Союз Молоди запрашает долучиться до республиканского патриотичного проекта «Кветки Великой Перамоги» онлайн. Патриотичный проект реализуется у Инстаграм. Для уделу необходимо зайти в офицейный аккаунт «Союза Молоди» у Инстаграм, перейти в раздел «Эффекты» и додать до своего селфи-фильтр «Кветки Великой Перамоги». Таким чином, каждый сможет выказать подяку прадедам, подяковать за Великую Перамогу, за максимальность спокойно жить, працовать, годовать детей и это кжа, яку памятным мае 1945 года широ радоваться квитнейшим садам, які стали символом новых мирных перемог. Город без барьеров. Под такой назвой у «Гомеля» в першиню проходит конкурс студентских работ. Удельники повинны пропоновать архитектурные решения по адаптации городской просторы для людей с инвалидностью. Умовами проекта подъековилась Вероника Гамзюкова. Конкурсантам пропонуют некольки номинации. Адаптация парков и городского сяродзеля, чебно-оздоровленческие установы, громадского будинка и спортивного объекта. Для кожного на прамку продогледжены свои пляцовки. Для работы по адаптации парков и городского сяродзеля пропонуются два объекта – сквер по улице Юбилейной и пляж для в озеро Роповское в Советском районе. Организаторы чекают и проект доброупорядкования территории санатория машинобудовник. Так само конкурсантам пропонуются распрасывать пляцовку для параворкаута на территории Центра инклюзивной культуры и гацар по паралимпийских и дофлимпийских видах спорта. Для Центра социального обслуговывания насельництва Центрального района можно подрихтовать дизайн по мешканню, парабилитации и адаптации инвалидов. А кроме того, идея-концепция должна размещать в себе комплексное доброупорядкование, прилеглое до будинка территории с распроцовкой у выходу, начинаючи с припинку громадского транспорта. Весь смысл этих проектов, чтобы они, может быть, из этих 5-6 проектов, что делают студенты, наша надежда, что воплотятся в жизнь конкретно в этом месте, именно конкретно в этих объектах. Хотим, чтобы это сыграло какую-то роль, чтобы был стимул дальше заниматься благоустройством нашего города, инклюзивного города в сфере новых идей доступности, новых идей универсальности этого дизайна. Подобный конкурс у Гомеля проводится у першиню. Проекты реализуются при поддержке Комитета архитектуры и будовництва Гомельского облвыконкама и Управления будовництва Гарвыконкама. Их представники будут в составе жюри. Мета выбрать проекты, которые отвечают принципам универсального дизайна. Такие, чтобы на вызначенных объектах всем было комфортно. И людям с инвалидностью и здоровым наведывальникам. Корысть от этого конкурса отримают все боки. Для людей с инвалидностью изъявится новая уладкованная простора. Ауторы работ смогут отримать в опыту распроцовца архитектурного проекта. Мы очень надеемся, что они дадут толчок для постоянной совместной работы на будущее. Это не будет разовая акция. Я думаю, что от этого выиграт и все. И город получит, можем сказать, бесплатный человеческий ресурс для решения вот таких задач по формированию инклюзивного, не только отношений, но и отношений в том числе, но и созданию безбарьерной среды в наших городах и населенных пунктах. В конкурсе могут удельничать студенты, магистранты и аспиранты архитектурных, будовничих, мастацких, техничных и дизайнерских установ эдукации в возрасте до 30-ти годов. Работы принимаются на кафедре архитектуры и будовничества Белдута по 5-е червеня. Организаторы сподзяются, что лучшие проекты будут увособлены у життё. Вероника Гамзюкова, Игорь Марышченко, Телерадиокомпания «Гомель». Добрые новины для мазырских велоаматоров. Вселета городская велоинфраструктура поширится. Мазыр – город невеликий, велосипед – оптимальный сродок перемещения. Однако быть велосипедистом мазыры непросто. И виноваты не только складанную сгорыстый ландшафт, а и отсутность инфраструктуры. Тому в генеральный план города были унесены смены. Зелёные зоны и велодорожки заявятся на некоторых городских улицах уже в этом году. В данный момент выполняются работы по текущему ремонту участка дороги по улице Рыжкова. Там выполняются работы по устройству велодорожки с правой стороны. Если двигаться в направлении улицы Мира. На всём протяжении улицы Ульяновская планируется выполнение велодорожки. А также выполняется будет велодорожка по улице Советская. В парковой зоне запланировано две велодорожки. Одна вдоль набережной, вторая вдоль проезжей части. Шансом велодорожки будут уладкованы во всех новых микрорайонах города. В Гомеле начал працовать кинотеатр под открытым небом. Демонстрационная плясовка, обсталяванная на автостоянце Асавцы. Кинотеатр под открытым небом – это открытая простора, площадка 3 тысяч квадратных метров. Тут размещенный светлодиодный экран по мерам 10 на шатары метры. Организаторы означают, картинка не губляет высокой якости на вот этот день. При этом, когда экран огульный, то гук индивидуальный. Он транслируется особенно у каждого радиоприемника автомобиля на полной частоте. У репертуара кино я кайчинный, так и замежная в творчестве. Плануются и специальные показы, концерты и театральные постановки. Показывают фильмы с пятницы по неделю, а так само по святошных днях. Початок неизменно в 21 годину. Это такая очень демократичная форма просмотра фильмов. И, как показало, пять дней работы, мы уже имеем хороший результат. Приезжает не менее 40-50 машин. И я думаю, что недалекое будущее их будет еще больше. Ветковский музей старообразничества и белорусских традиций. Имя Шклярова запустил новый интернет-проект «Осяроди Зносин». Кожную сираду в 15 годин науковые супрационники музея будут проводить онлайн-лекции. Под час промых трансляций я не будусь рассказывать про экспонаты Ветковского музея и его филиала в Гомеле. Неколькие трансляции уже отбылося. Гомельшанам распавели про особные иконы и иконы без уцелым. Про элементы и символы на экспонатах. У наступной сираду тема онлайн-лекции «Муж-муж-члена-воин» – ветковская икона и выхование характера. Подключиться до трансляции можно в инстаграм-аккаунте музея и офицейной группе ВКонтакте. На данный момент мы пока что опробуем эту всю систему и, возможно, в дальнейшем мы перейдем уже это на постоянную основу. То есть каждую среду будем проводить, опять же, прямые эфиры. Возможно, со временем мы расширим нашу сферу деятельности. Это будут мастер-классы, какие-то, опять же, онлайн-видеоэкскурсии. Однако сейчас мы ограничились на лекциях небольшого времени, как раз таки, 15 минут. Гэты и инши новинные информацию о проектах «Телерадо» компании Гомеля вы можете узнать на нашем сайте в интернете по адресе www.tvrgomel.by. На этом выпуск завершен. Усяго доброго и до встречи в эфире.